Добрый вечер, друзья! Мы снова вместе. Прошу на меня не обижаться. Мне сама судьба подкидывает такие темы, что я хватаюсь за голову. Вот сейчас несколько минут потрачу на это, потому что не пугайтесь этих таких секунд, не пугайтесь формул. Это вас почти не касается. Я что хотел сказать. Дело в том, что, вы знаете, не хочется из грязи. Вышли, как говорят академики. И дальше что будет? Вспоминайте Амара Хаяма. Вот это вот изящная... Смысл стиха. Это изящная амфора, сделанная из глины, которая когда-то была прекрасной шейкой красавицы. Грустно, да? Так вот, мне бы хотелось, чтобы все-таки мы не верили в Бога, а может, почти никто не верит, а знали, что Он есть. Смотрите, я вам в прошлый раз рассказывал, сейчас мне судьба подкинула вот этот вот двухминутный разговор. Итак, значит, получается так, что сила тяготения на Луне, если верить творческим людям, больше, чем она теоретическая. То есть, на самом деле, она больше. Это определяется очень легко. Вспомните, что там космонавты американские парили буквально, подпрыгивали, летали. Это все легко считается. Ну и так хорошо пишут самую теорию. А теория такая, да, плотность Луны в том месте, которое повернуто к земле. Больше обычная, значит, противоположная к концу земли. У нас находится пустота. Осталось только посмотреть, что там внутри. То есть, я еще лишний раз хочу сказать коротко, короче, не бывает. Это искусственное создание. Масштабы поразительные, несовместимые с нашими возможностями. Но мы сами не более, чем эти самые муравьи, которых мы уничтожаем. Вот, для внешних сил. Вот это, я вам скажу, да. Вот это факт. Если все это правда, если кто-то все это измерил, значит, конечно, как всегда, Железов первый догадался. Вот. Вот этот феномен, этого не может быть никогда. То, что повернута Луна одной стороной, получает простое объяснение. Фейк в антистанте. Боже, Я Визову. Спасибо тому, кто догадался провести измерение. Вот. Меня поздравьте. Все, как у Мюнхгаузена. Правда, Мюнхгаузена врагом называли. Вот. А я пытаюсь доказать, что все это правда. Вот. Каждый, это там. Здесь, ну, угомоните вы этих, этих самых, фейк, ведьм, на самом деле. Вот. Я вынужден немножко повториться. Почему? Дело в том, что я попробовал. Сейчас же все, все публикуется. Известные ведущие, ттт, там, дачные всякие передачи. Вот. И в то же время они занимаются дурью. И дурь натуральная. Изувечат дерево, потом начинают это, ухаживать за ним. Уход страшный. Понимаете? А у меня, сейчас вы поймете, вот это будет иллюстрация. Почему я вынужден вернуться? Сейчас скажу. Очередной подвиг, да. Но он теперь не наш. Итак. Вспоминаем. Нет, не так. Начну с другого. Я включаю опять этот телеканал «Наука-2». И смотрю фильм. Опять. Я их не смотрю. Они у меня просто всегда, экран работает. А иногда, к краю муха, что-то услышал. Услышал. По-моему, Голландия. Еще проворонил этот момент. Какая страна. Проделана. А, заметьте. Вот. У вас есть свой оракул. Это, ну, Железа Валерий Константинович. А теперь послушайте на это голландских оракулов. И сравните. И кто раньше. И где наши караулы, эти самые, кукаряку. Царство лежа на боку. Академия наук. Что они сделали, друзья мои? Ведь это очень важно. Это есть основа садоводства. Это краеугольные камни мы с вами разбираем. Единственное, что я горжусь, что я россиянин. Вот. Вот. В свое время никуда не уехал, остался в Россию. У меня же... Ой. Я же не буду про себя говорить. У меня же тоже были эти варианты. Так вот. Смотрите. Итак. Фильм. По всей стране проделана гигантская работа. Но не по России, естественно. Вот. Сделаны тысячи проб. Каждый раз вы эти знают, рыбаки, что такое эти-то. Ледоруб, да? Ой, нет. Как крутится версия. О, я старый этот. Я старый рыболов, но у меня уже проблем пробела память. Ну, этот, ну, ну, ледокол, ледоруб. Дыряем в лед. Короче, вы уже поняли, да? Примерно такое же устройство. На глубину примерно сантиметров тридцать. Врезается в землю. Достается... Ну, когда-то это керн называлось в другом месте. В почве. Не знаю, как называется. И берется проба в одном месте, в другом, в сотом, в тысячном. Сразу перехожу к концовке. Сразу. Потому что это так замечательно. Подумаешь, опоздали. Посмотрите, со мной лет на 10-15. Вот. Итак, внимание. Земля. А, нет. Первое. Это, ну, так сказать, аксиома. Это понятно. Ну, это, то есть, они подчеркивают момент. Это я знаю. Они этого не знают. Вот. На снимках. Они дурью маются. А я-то знаю, сейчас докажу. Количество бактерий... Нет, нет. От количества бактерий зависит плодородие почвы. Ну, кто бы спорил? Ну, кто? Даже вот они спорить не будут. Вот. Они просто не знают, что такое бактерии. А, поэтому, как они могут спорить? Я-то думал, что Платонова с Ганечкиной, они настоящие садоводы. Так вот, шусти дальше. И, проделав замеры, они пришли к выводу. Внимание. Один из основоположия. Он настолько прост. Для меня он никогда не вызывал сомнений. А они проделали опыт и убедились тоже до конца. Ну, спустя 10 лет после меня. Или 20. Итак, нетронутая почва намного плодороднее, чем любая почва, которая используется для... Как это называется? Ну, культивируется культурное. Что такое культурное, знаете? Вот. Знаете, от слова культиватор, от слова культур. Ну, все понятно, да? Вот. Что такое культивация? В общем, любая... И делали замеры. Прямо посреди огородов. Прямо в садах. И оказалось, что там, где нетронутая почва. А теперь, внимание. Вначале я показываю вот эту дурь. Очередной раз. Вначале они... Ну, деревья уже искалечены. Понятно. Это другая тема. Они собрали всю траву и опавшую лесу. Так. Оставили без еды. Червей. И, внимание. Правильно. Тех самых бактерий. То есть. Уже понятно. А почему они это делают? Потому что иначе фильма не будет. Я вначале на них злился. Сейчас поймете почему. Смотрим дальше. Вот. Там под землей они червей оставили голодными. Черви уйдут. Это понятно. Вот их еда. Вон она за ним. Они же убрали ее. Да? И они начинаются заниматься дурью. Причем такой дурью. Это еще начало разговора. Они начали вилами тыкать. Вы представляете? У вас сад там 10 соток. Они туда кислород подают. Червей для них нет. Я говорю еще раз. Черви и бактерии. Плодородие почвы. Черви делают подземные ходы. Черви делают аэрацию, вентиляцию, канализацию. А это они черви. Они. Вы что сделали? Они же теперь вон там за ту ограду уйдут. Еды нету. Понимаете? Они с голоду иначе сдохнут. Они размножаться не будут. Ходы заилятся. Вот эти ваши дурь. Вот эта дурь. А, кстати, Антон Валерьевич, потом попрошу вас. Вырежем этот кусочек. Я не могу успокоиться. Почему? Если голландцы потратили огромные деньги, средства. Они всю страну перемерили. Доказали это. То, что я уже давно доказал. Сейчас увидите. Ну, я знаете, что не выдержал. Когда они начали, они уже, когда понятно, что облагородили почву, то есть изувесили, сдурили, они еще взяли и решили дерево быстро-быстро сгноить. Тут уже комментарии не нужны. Уже, понимаете, уже вообще, уже все. Это уже за пределами вообще здравого смысла. Это в сумасшедшем доме, я уверен, сумасшедшее. Все-таки во многих отношениях они рассуждают здраво. Вот этого не сделать. Это уже не сумасшедший дом. Это уже зазеркали, это уже фазматогория. Тут можно еще верить, не верить, показывать на меня пальцы, когда я говорю, что Луну придумали эти, Луно-искусственный объект, да? Вот. Ну, а это-то, представляете, еще добивают, чтобы до конца вот уже все угробить, сгноить, сгноить. Они же не знают, что штамп не может, что штамп занет 100%. Вот это да. А теперь смотрите. Вот. Потом я сейчас дальше покажу, на самом деле, кто первооткрыватель всего этого, ну, скромного малыша фамилию пока не называю свою. Вот. Потом я вынужден об этом сказать. Почему? Мне четвертый раз туда написать. Их остановить надо. Ведь вы понимаете, что люди же это будут делать? Они же это делать будут. Они же убийцы. И вот я сейчас маленечко такую сентенцию. Потом мне будет столько с вами советов хороших, умных. Поверьте, полезных. Умные это, может, не самое, но самое полезное точно. Вот. Потому что с точки зрения я, наоборот, дурак. Вот посмотрите. Я вам сейчас объясню. Только, ну, пусть несколько минут, но иначе у меня инфаркт будет. Потерпите, друзья. Вот смотрите, есть такое понятие, профессия, я не оговорился. Палач. Он не убийца, нет. У него, может быть, написано там как-то чуть-чуть, ну, где-то же есть такие страны, где казняты довольно часто. Может, там не слово палач. Может, там, так сказать, тот, кто приводит исполнение. Исполнитель там, прерыватель жизни, как угодно, да. Это среди людей. Палачи бывают разные. Они могут быть, например, добрые. Это же и работа. Это же это. На самом деле, если невиновного человека казнят, то на самом-то деле убийца, может быть, председатель суда. Почему? Потому что, ну, если он догадывается или уверен, что, ну, это, сшито белыми нитками дело, что для количества, для планов, лишь бы только галочку поставить. Это же сплошь и рядом. Я ничего не преувеличил. Потом случайно узнают, что убил другой, ну, а человек уже на том свете. Это может быть следователь, который довел до этого, вывел признание у невиновного и того казнили. И такое может быть. А палач, это профессия. Он может быть добрый. Знаете, сейчас я специально о доброте. Видите, они же добрые. Они же тупые, но добрые. Они же считают, что они дерево помогают. Вот это доброта. А теперь представим себе палача, почему я сказал. Вот. Вы сейчас поймете аналогию. Это очень важно. Пожалуйста, друзья, умоляю вас, послушайте меня. Вот. Вот он сжигает на костре. Или там вешает. То есть веревку, он может ее намылить, и человек долго мучиться не будет. Это добрый. Кто-то злобный, он садист в душе. Ему доставляет удовольствие мучить людей. Он мылость украл, домой отнес, а веревку повесил человека, и тот может дергаться. И в случае по полчаса. Представляете, полчаса он умирает все. Это другой тип палача. Один палач, это из, так сказать, из литературы. Вот. Один палач возьмет, пожалеет человека. Он сырыми дровами растопит костер, на котором человек, да. И тот быстро-быстро задохнется. Это гуманная смерть. А уже когда пламя будет облизывать его тело, вот, а он уже не будет ничего чувствовать. Злой палач сухие дрова положит, чтобы он горел, и у него трещало, и орал при этом. Вот. Это поняли, да. А теперь представим себе. Значит, я долго о них думал, думал, думал. Они дошли до чего? Они, ну, этот вот, видите, красавица, ну, милейшая женщина. Как я хочу, чтобы кто-то его, чтобы она увидела. Я-то высылаю эти ролики на телеканал. Может, их нервы жалеют. А я-то думал, что они, а потом сижу, раз набрал это Платонова, да. А она-то не садовод. Вот, и тут-то до меня дошло. Им дают готовый сценарий. Раз она не садовод, а совет это простенький, как пять копеек, да. Тут что, чтобы вилами проткнуть, тут же ума не надо. Вот. И она всё это делает. Я представил себе, да, представил себе. Сейчас я ниже покажу. Вот она садит, ну, дурь, сейчас чуть-чуть посмотрите. Вот она калечит дерево, да. Вот. И калечит, калечит, калечит. Я тебе представил картину. Это очень важно. Вот на этом я зацикливаюсь, чтобы она это услышала. Заканчиваются съёмки. Мотор остановлен. Всё. Вот. Она уже сценарий. А я видел, чувствовал по её эти, как она выдавала на ура. Надо ветки отрезать эти скороговорки. То есть вызубрила. Понятно. Она не садовод. А уехал, самое главное, с чего я клонюсь, послушайте внимательно. Представьте себе такую картину. Уехала съёмочная группа. Осталась она наедине с этим деревом. И вот представьте себе, что она заплакала, обняла это дерево и говорит, простите меня, Господи, Бог меня прости, потому что ты создал совершенное творение, а я их калечу, зарабатывая серебряники. Прости меня, я это, ну что делать, ну жизнь такая. Но этот оператор, нет не оператор, редактор, сволочь, это он меня заставил по сценарию. Я должна была сказать, не подходите к дереву. Каждая веточка, она нужна дереву. Дерево сейчас, она должна так вслух рассуждать, а не я. А дерево, когда его режут, как правило, ещё листьев нет. И забыл этот, и редактор, и тот, кого он этот, он же сценарий писал. Значит, кто-то его готовил, тоже ему, какой-то специалист, доцент или там этот, кандидат. Вот, сценарий. Что потом они листьями покроются, а вместо листьев дырки. Вот. И вот, и простите, и плачет, и это, берёт землю, нагребает ладони, посыпает свою голову. Ради Бога, я не виновата, ну жизнь такая, ну заставили. Я люблю вас. Я понимаю, что я сделаю, что я это самое, совершаю величайшую подлость на свете. Вот, если бы это, я бы ещё понял бы её. Потому что нас многих заставляет так жить. Многих. Вот. Я подхожу, они продают саженцы из этого, из Крыма, да. Все, все дойдя на умрут. Совести у них есть, нет, неважно. Она должна заработать на жизнь. Я плюю, прохожу мимо. Вот. И понимаете, вот как она должна была, у деревьев стоя просить прощения. Вот это я хотел сказать. А вместо этого, нахватавшись, а плюс ещё перед ней гигантская литература, и она берёт, издаёт вот такую вот штуку. Энциклопедия, слово энциклопедия. Как она в это? Ну если бы я здесь, у меня 108 постулатов, да, из них 107 придумано мной. Вот. Я вынужден вернуться на секунду. Там женщина вот эта, как её звали-то, она мне назвала, что Бродский мой учитель. Ребята, так сложилось. Мы не только не учители, мы даже рассуждаем по-разному. Приёмы у нас разные, выводы разные. Вот. Бродский не это самое, не противник, а просто не признаёт там ту же вегетариевую организацию. Для Бродского Мичури не авторитет. Вот. И много-много у нас разного. Он не учитель. Из 108, 107 этих, как называется, 107 постулатов придуманы мной лично. Ну некоторые, конечно, кто-то скажет, да вот где-то там 100 лет назад прочитал, ну может быть в качестве там вопроса, может быть кто-то предположения. Но уже как застолбил я, как окончательно. Вот. Я ничей не учених. Вот. Вот это хотел сказать. А Бродскому прошу помочь. А вот она что делает, да? Вот. Она берёт. А мне это прислали несколько фотографий. Я про неё знать не знал. Энциклопедия вещь такая, это же энциклопедия. Оу. Вот. И что я вижу? Вот. Всё, что вы видите всегда. Смотрите. Вот что она, если ты современный человек, то уже не только я, уже другие переходят на холмы. Выхода нет. Вы представляете? Что она понимает, если она взяла вот эти бутылки, вот пишет про пластиковые бутылки без дна. Что она понимает, что она творит? Спасает от мышей и калечит дерево. Там же теплица натуральная. Вот. Где она взяла этот саженец, этот урод, у которого всё пообрезано. Вот. Думайте, это всё, что я хотел сказать. Вот. Если бы я сейчас, как сказать, я взял и вот сюда нажал, да? Ну, там высветилось, высветилось. Это дальше пошло чистое уже наше, как бы её назвать-то, чистое наше, вот, эти. Это уже учёба пошла. Вот. Стоило мне набрать, смотрите. Мох на яблонях. Видите? Вот. Дальше показывать. Это дикий ужас. Понимаете? Вот. Сейчас я вам объясню, что к чему, вы поймёте. Вот это всё, ну, может, не все яблоня, но считается, что яблоня. Видите, написал, мох на яблонях, фото. Вот. Вот так вот выглядит такая картинка. Хотя, конечно, тут не только, не придирайтесь. Вот. Смотрим. И вот я взял, открыл одну. И что дальше читаю? Вот это очень долго читать. Здесь объясняется, почему на дереве есть мох. Объясняется, поверьте, это не причина. Просто мне, поверьте. Вот. Это, вот эти причины, которые считаются, это следствие. Вначале они калечат дерево. И дерево обрастает мхом. А то, что этому способствует, пожалуйста, вот это страшная, огромная страшная ошибка. И вот эта вот женщина, она, вот она. Видели? А скал-то какой, да? Вот. Она режет всё подряд. А потом, это ещё не всё. Это я. Дело в том, что она пишет там свои это. Или ниже, или выше. Ну, короче, не надо замазывать ранки, там, меньше одного сантиметра. Во-первых, надо. А во-вторых, замазывай, не замазывай. Вот этого она не знает. Она не садовод. Она не ведает, что творит. Идём дальше. Вот. Смотрим, читаем. Вот она. Не забудьте про садовый вар. Замазываем раны более одного сантиметра. Почему она так пишет? Потому что сто человек и сто пишут. Не замазывайте меньше одного сантиметра. Она не ведает, что творит. Понимаете? Она этого не знает. А у неё, знаете, сколько таких ран? Вы видели? В других местах, это я просто хватаю вот этот телефон. Ой, этот. Фотоаппарат. Быстро фотографирую, потому что идёт это, как по телевизору идёт. Где она учит. Здесь бесконечно она вот так стоит. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Это дурь невиданная. Ну, что ей эти ветки-то помешали? Вот. Ладно, объяснила, там, растут вниз и прочее. Ладно, посмотрели, да? Посмотрите. С этим разобрались. Не делайте раны. Но уже сделали. Замазывайте самую мелкую. Вот это момент. Вот. Вот она добралась до обрезки. Обрезая деревья, повышаем урожайность. Вот. Регулируем периодичность. Ага, сейчас. Вот если бы где-то, как сказать, вот обрезка внутренняя, эти, ну, в общем, понятно, обрезка, обрезка, предотвращает развитие болезней. Вы видели вот этот мох? А они работают только с больными деревьями, потому что им здорово-то негде взять. Я же был под Москвой, я же видел, что делают. И вот этот... И вот этот... И вот этот... Спасибо за субтитры.